Микс Ньюз Обстоятельные ответы Я могу очень коротко сказать, что... Очень сложный вопрос, и это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко. Вопрос, у меня был господин Сидорко, я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги... У меня к вам вопрос, а к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться. Ну таков наш закон. Добрый день еще раз. Начинается программа Добро пожаловаться. Председатель правления товарищества Центр консультации собственников квартиры. Председатель кооператива БАКа-2 Сергей Сидорко с нами на прямой связи. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Ну и начнем мы, наверное, действительно с завершения отопительного сезона. Несмотря на такую холодную погоду, которая породила множество шуток, что не пора ли начать уже летний отопительный сезон. Но тем не менее, я знаю, что у вас в кооперативе БАКа-2 подтапливали, даже несмотря на то, что в большинстве других кооперативов прекратили отопительный сезон. У вас немножко было как-то все потеплее. Но если говорить про задолженность наверняка с окончанием отопительного сезона, нужно подводить, наверное, итоги. И чаще всего итоги заключаются в каких-то долгах жителей по этому отопительному сезону. Будут ли? Ну, скажем так, отопительный сезон в нашем кооперативе заканчивается сегодня. Сегодня мы уже принудительно отключаем отопление и больше подтапливать не будем. Но это только сегодня. И то исходя из прогноза погоды. Если говорить об итогах, то эта зима была очень такой любопытной, я бы сказал. Вроде бы низких температур не было, но в то же время стоимость отопления достаточно высокая. И это связано, скорее всего, с ухудшающимся состоянием технического состояния домов. Так что здесь не на кого грешить, здесь нужно грешить сами на себя. Потому что дома, которые прошли полную виновацию, они показывают очень хорошие результаты. У них вот эта корреляция между улицей, температурой на улице и тем, что происходит с системой отопления, очень хорошо прослеживается. Дома, которые не прошли виновацию, у них показатели гораздо более высокие и меньше разницы из-за погоды. Это первое. Второе. Я хотел бы обратить внимание на то, что сейчас в прессе прозвучало. Это о том, что Рига с новым паровниксом по итогам аудита за задолженности по отоплению грозят сумасшедшие штрафные санкции. Там называется миллион. И, скорее всего, это грозит всем. Потому что, ну, будем объективны, что сейчас на период пандемии Рига Силтумс объявил, что он не применяет штрафные санкции. Но с прошлого года и без позапрошлого Рига Силтумс начал применять штрафные санкции по всем неуплаченным суммам. И эта практика началась. И там действительно очень большие суммы могут выскочить. Причина. Здесь вот хотелось бы обратить внимание, что на самом деле, когда аудиторы указывают на то, что там Рига с новым паровниксом, я понял такая интонация, что это плохой Рига с новым паровниксом, у него будут большие штрафные санкции. Я бы сказал, что это общая беда всех домоуправлений и это вина государства, что такая ситуация и есть. Еще раз хочу повторить для всех, чтобы понимали юридическую такую вот схему, каким образом все это работает по отношению к отоплению, водоснабжению, вывозу мусора и электричества. Значит, домоуправление является инкассатором по этим услугам. То есть мы не являемся ни потребителями, ни поставщиками. Наша задача, когда нам поручают такую работу, это распределить счет поставщика между членами сообщества одного дома, собрать те деньги, которые нам заплатили и по возможности быстро их перечислить на счет поставщика. Закон не обязывает и не позволяет нам перечислить больше, чем мы получили. Просто-напросто больше, чем мы получили за услугу, мы не можем и перечислить. Поэтому объективно возникает долг. Дальше этот долг, если рассматривать, это долг конкретного физического лица, который не выполнил свои обязательства по оплате в определенный момент. Но если мы посмотрим, каким образом заключен договор между домом, так называемой копибой или сообществом дома, и Рига с Сиотомсом, то там записано очень просто, что получательным услугам является не Иванов, Петров и Сидоров, а является копией. И, соответственно, любой неплатеж внутреннего, внутри этой копии, он является неплатежом всей копии. Таким образом, все долги у нас законодательно повешены на всех. Кто платил, кто не платил. Они распределяют соответственность на всех, и, соответственно, штрафные санкции будут применяться ко всем. То есть, на самом деле, эта ситуация еще усугубляется тем, что есть так называемые невозвратные долги. Кроме тех, которые сегодня поставщики должны списывать, а поставщики списывают долги в том случае, если человек банкротировал, прошел процедуру неплатежеспособности, и суд утвердил его неплатежеспособность. И второе, это если человек умер и не с кого взыскать, если следствие невозможно взыскать. В этих случаях поставщики должны списывать, а во всех остальных, допустим, неудачные кредитные обязательства, те зависшие долги по хипотеке от 2008 года, это все мертвым грузом висит на домоуправлениях. И, в принципе, по тем долгам должно будет заплатить население. Такова юридическая сторона отдела. И поэтому применение штрафных санкций к таким долговременным долгам, это вообще очень серьезная угроза для домоуправления. Но получается, что эти долговременные долги могли возникнуть, например, человек уже успел продать свою квартиру, съехать, не предупредив новых владельцев, что у него были долги за должности. И таким образом он как будто бы ускользнул от выплаты, а долг продолжает висеть на доме. Он не продолжает, он остается за домом, потому что физически услуга была оказана. Давайте говорить так, я сейчас немножко встану на сторону поставщика услуги. Тепло-то было подано. Не важно, что там приезжаешь, сделал этот конкретный человек. Заказчику тепло было подано. Значит, за него надо платить. Второй вопрос, что вот когда вы говорите, что там человек ускользнул, да, до 2008 года человек не ускользнул, а люди просто необоснованно понабрали кредитов и квартиры понакупали под кредит. И когда произошел ипотечный кризис, то все эти квартиры отошли банку. Тем более государство защищало в тот момент банки. Оно дало банкам возможность, то есть если у человека отбирали квартиры за долги, за то, что он не справился со своими платежами, то банки имели возможность отложить его, скажем, переход в собственности на год. Была специально типа гуманистическая такая идея, чем еще усугублялась. Плюс рассмотрение в судах до 2008 года, дело длилось по 4-5 лет. Поэтому на таких проблемных квартирах возникали громадные долги. И сегодня уже квартиры давно перешли в собственность банков и перепроданы. Должно по этим долгам физическое лицо, которое успешно отбыло куда-нибудь на заработки в Европу, и концы которого невозможно найти. Эти долги висят, и их надо чем-то перекрывать. Или списывать каким-то образом. Это первое. И второе, что вы правильно заметили, есть еще такой момент. Сейчас опять в прессе прошло, что в случае ипотеки, значит, готовится поправка к гражданскому закону о том, что если квартира уходит за долги по ипотеке, то коммунальные платежи будут тоже в одном ряду, но будут обеспеченными в какой-то степени. Но это опять-таки половинчатое решение вопроса. Это реакция на то, что надо было сделать лет так 12 назад, грубо говоря, если не 15. В тот момент, когда начался ипотечный бунт. Но вы очень правильно подметили еще одну вещь, что человек сегодня может накопить сравнительно небольшой долг, скажем, в 600-700 евро, когда ты не успеваешь еще довести процедуру в суде и продать квартиру совершенно спокойно, и долг повисает. То есть долг остается за ним, новый собственник не должен. Мы давно уже предлагали, уже неоднократно предлагали законодателям запретить или ограничить возможность отчуждения квартиры без решения долгов или споров по долгам по коммунальным услугам. Нельзя продавать квартиру с коммунальными долгами. Или если она продается с коммунальными долгами, то новый собственник должен погасить их, потому что он должен получить информацию о состоянии квартиры и соответствующим образом решить с продавцом вопрос. Или это в цену. В цене будет долг учтен или каким-то другим образом. Но сейчас опять попытка законодателя каким-то кривым путем решить частично какой-то кусочек проблемы. В этом есть большой вопрос, как будет дальше. Но здесь возникает любопытная ситуация. С одной стороны, получается, что дом отвечает вместе. Значит, такая коллективная ответственность. Но вместе с тем должниками являются только какие-то отдельные люди. То есть не получается ли таким образом такая очень неправильная, ну вот с моральной, с этической точки зрения, ситуация, когда людей буквально вот им показывают, что если ты, скажем, экономил, ну, условно говоря, там, не доедал, но ты платил по коммунальным платежам, а твой сосед, скажем, ставил оплату коммунальных платежей в этом ряду, оплат на самое последнее место, то получается, что вы как будто бы и все равно в равных находитесь условиях и все равно придется всем вместе оплачивать, скидываться за вот этого нерадивого человека. То есть, ну, сам по себе вот этот странный моральный пример, он как будто бы не стимулирует людей платить за квартиру. А зачем вообще платить вот в первую очередь за квартиру, если все равно потом эти все долги будем оплачивать вместе? То есть, если я знаю, что там мой сосед там не платит, хорошо, давайте тогда я тоже не буду платить, потому что все равно потом мы вот этот общий долг будем оплачивать вместе. С какой стати мне его половину оплачивать из своего кармана? Ну, мне трудно с моральной точки на это смотреть, потому что на самом деле, как администратор, я смотрю на это чисто с практической точки зрения, но в принципе такая... Понимаете, здесь мы все стоим под одним ударом. Если мы сегодня, допустим, полностью не оплатим счета от поставщиков услуг, то мы находимся в первую очередь под угрозой того, что нам эту услугу прикрутят предоставлять, и закон это позволяет, и неважно, кто не заплатил, один жилец 7 тысяч или все вместе 7 тысяч. То есть поставщик сам оценивает свои риски быть, ну, скажем, потереть финансовую стабильность, и в любой момент, если есть факт неуплаты, он имеет право отказать в предоставлении услуги. И такое уже было. Две домов в начале отопительного сезона и даже в течение отопительного сезона получали отказ на поставки тепла, и люди вынуждены были платить за соседей. Такое было. Законодательство построено таким образом, что ответственность за оплату коммунальных услуг, которые касаются общей части имущества, несет все сообщество дома в целом, а конкретные лица, ну, им дается лазейка законодательно выскочить из того, чтобы оплатить. Но и вместе с тем получается ситуация, вот когда все-таки существует понятие коллективной ответственности, ну, даже в каких-то, если брать другие сферы, предположим, идет компания куда-нибудь в поход, и это коллективная ответственность, и кто-то пытается, ну, как, образно говоря, филонить, пытается уклониться от исполнения общих работ, то тогда коллектив начинает очень активно воздействовать на такого лодыря, вплоть до физического воздействия, заставляя его, ну, вот, выполнять свою долю обязательств. Здесь же сейчас мы видим ситуацию, вот какие есть рычаги воздействия, потому что, ну, я понимаю, что раньше была там, условно говоря, доска позора, там, не знаю, там, вот человек, которому там его могли каким-то образом пристыдить и, не знаю, там, не подать руки, но какие есть рычаги воздействия у жильцов дома на такого нерадивого соседа? Ну, скажем так, во-первых, мы не можем распространять персональные данные, данные о долге тоже являются частью персональных данных, то есть связать фамилию, имя, адрес и долг, если мы такое начнем распространять, то мы нарушим закон о защите персональных данных. С другой стороны, ну, я не сторонник того, чтобы сразу бросаться в рассуждение, потому что есть и такие, которые действительно счета за квартиру ставят в последнюю очередь, есть такие, у которых, ну, что-то происходит, семья такое, что лучше бы нам этого и не знать. Но вопрос заключается немножко в другом. Что мы делаем, что управляющие делают обычно, сейчас мы используем все возможные механизмы по взысканию долга, и чем раньше, тем лучше. То есть мы сейчас ускоряем темпы работы по взысканию долга. Появляется у человека долг, если он недостижимый, если человеку нету связи, если человек, ну, как-то реагирует непонятно для нас, но моментально начинаем подавать в суды. Это такой механизм защиты. Но со стороны закона нет такой защиты, что пока идёт вот судебный процесс, это всё-таки процесс, который требует сейчас хотя бы меньшего времени, но тем не менее он требует времени. Это вот порядка полугода происходит, то есть месяца три с начала возникновения долга, то есть где-то месяцев девять-десять на решение этой ситуации необходимо. Но в течение этих десяти месяцев человек может произвести, если он производит операцию отчуждения имущества, то дальше всё это становится весьма и весьма проблематично взыскать такой долг. Ну и таким образом действительно получается, что его нет никакого рычага воздействия, на который можно было нажать, и человек может за эти десять месяцев избавиться от квартиры и перевесить этот долг на нового покупателя. То есть даже не ставить... Он не перевешивается, он остаётся за теми, кто живёт в этом доме. Если бы он перевешивался на нового покупателя, ну тогда всё нормально. Ребята, вы там... Такую-такую поправку к закону мы предлагали, законодатели это отвергают. Мы предлагали, что отчуждение квартиры происходит при том, что продавец информирует покупателя о наличии невыполненных обязательств, и, соответственно, покупатель интересуется наличием невыполненных обязательств. И они решают вопрос о погашении этих обязательств в процессе смены собственной. Кто на себя берёт? Если, грубо говоря, так, если покупатель не поинтересовался, есть ли долги и купил квартиру с долгами, то он просто означает, что он просто за это только заплатил. Ну да. То есть, ну как на рынке он бы взял товар, не глядя и не проверив. Ну да, но автомобиль покупаем и пробиваем по всем возможным регистрам, не в угоне ли, нет ли на нём каких-то отягощений, нет ли штрафов непогашенных. Да и машину со штрафами продать невозможно. Вот ситуация действительно парадоксальна. Машину со штрафами продать невозможно, а квартиру можно. А квартиру можно совершенно спокойно. И никто не видит в этом ничего нелогичного. Эстонцы нашли выход. Я уже неоднократно говорю, эстонцы нашли выход. Они годовой долг вообще записали как залог. То есть, по умолчанию, если квартира отягощена, есть долги, нет долги, но если не предоставлена справка о том, что нет долгов, то считается, что она имеет годовой долг. И пока не будет предоставлена справка о том, что такого долга нет, то её продать невозможно. А если на квартире висит годовой долг, то я за год успею взыскать всё, что мне надо. Ну, если будет. Поэтому в данном случае наши законодатели, они идут каким-то весьма и весьма вычурным путём, и то ли не хотят понять проблему, то ли понимают и не хотят её решать, то ли это вообще для них такая мелочь, которая ничего не стоит. Но долги такие, они существуют, они создают напряжение, они должны быть оплачены, и кто-то должен их оплатить. Или должен быть предусмотрен государственный механизм списания этих долгов. Ведь не надо забывать, что домоуправление – это коммерческие организации, и списание долгов долгов в определённой ситуации при отсутствии регулирования становится списанием прибыли. Заплати налог за прибыль и спеши. Так это называется. И у меня ещё просто вопрос очень действительно странный с точки зрения законодательства по поводу защиты персональных данных. То есть получается парадоксальная ситуация. С одной стороны, вам вдруг могут сказать, что у вас есть долг, но кто создал этот долг – это защита персональных данных. Но при этом заплатить долг обязаны все проживающие в этом доме. То есть вот… Да. Да. Хотя на самом деле в законе обслуживания с жилым фондом написано, что одна из обязанностей управляющего своевременно информировать собственников о действиях, либо без действий других собственных, которые могут привести к негативным последствиям. То есть у нас такая обязанность есть, а вот пути её реализации после принятия директивы о защите персональных данных нет. У нас есть звонок. Да, здравствуйте. Доброе утро. Алло. Алло, здравствуйте. Да, доброе утро. Алло. Да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста. Вот господин Сидорко, скажите, пожалуйста, может ли Бедриба сама управлять, то есть в ВАЛДе выбрать и достаточно человека, который курсы прошёл в Рига с нами упарывал? Мы когда решали этот вопрос, то говорили, что нужен сертифицированный какой-то управляющий, который полгода должен учиться, потом три часа сдавать, чуть ли не сопромат. Можно вот обойти этот закон как-то? Сейчас, минуточку, я попытаюсь ответить на ваш вопрос. Во-первых, что значит Бедриба может ли управлять? Управлять вашим домом может любое лицо, юридическое или физическое, которому ваш дом доверил такую функцию. То есть здесь нет каких-то особенных ограничений согласно закону о квартирной собственности. И вы должны просто-напросто выбрать управляющего себе, назначить, если это будет физическое лицо, то это будет физическое лицо. Если это будет юридическое лицо, неважно, это Бедриба, это кооператив или это общество с ограниченной ответственностью, все они одинаковые, абсолютно одинаковые. Они могут управлять в пределах того договора, который заключен. И единственное, что я хочу сразу сказать, они могут управлять, но не принимать решение, вот Бедриба не может принимать решение вместо собственников квартир. То есть не может быть так, что Бедриба собралась и решила сама по себе поднимать квартиру. Значит, в данном случае они должны, должно быть утверждено на собрании собственников квартир. Относительно квалификации. В законе о жилом фонде есть требования по квалификации. И если дом, общая площадь дома превышает полторы тысячи квадратных метров и управляет собственником, который сам живет в этом доме, то он может без какой-то, он должен иметь третий квалификационный уровень. Это не то, что было в регистрационном парламенте. Там были краткосрочные экскурсии, которые давали представление, скажем так, минимальный набор знаний для так называемого старшего дома. Вообще, что и как делается. Но в основе своей, для того, чтобы управлять жилыми домами, необходимо иметь либо третий уровень, это специальные курсы полугодовые, получаете диплом, который аттестован в государстве, о том, что вы являетесь специалистом третьего уровня по управлению домами. Либо это образование четвертого уровня, это уже посерьезнее, это уже колледж, юридический или другой колледж, где у вас уже получается высшее образование на уровне колледжа. То есть это еще не университетское, но уже высшее образование. Других вариантов нет, но никаких законодательных наказаний за то, что будет управлять человек без соответствующего образования, нет. На сегодняшний день есть требования к управляющему профессиональной, но каких-то регламентирующих документов о том, что обязательно должен быть только такой человек, нет. Поэтому если будет управлять без соответствующего образования и подтверждения квалификации человека, это будет просто выбор дома, ваш собственный самориск. Ну, вы рискуете взять человека, который не подготовлен для управления живым домом. Я напоминаю нашим слушателям 67212-93-9, 67213-93-9, телефоны в нашей студии. Вы можете задавать вопросы председатель управления товарищества Центр консультации собственников квартир Сергею Сидорко или писать на номер 2306191, номер WhatsApp для ваших СМС. Ну, и вот мы как-то так немножко замяли этот вопрос парадоксальный из-за звонка. Получается, возникает противоречие. То есть, с одной стороны, ваша обязанность как будто бы предупреждать собственников жилья о том, что возникают какие-то препятствия для возможности управления их собственностью, а с другой стороны, вы не можете из-за закона персональных данных сообщить о том, кто же создает вот эти препятствия, кто копит долги, которые висят на всем доме. То есть, ситуация как будто бы парадоксальная. Говорят, что вы должны заплатить, а за кого даже ты не имеешь права узнать? Ну, можешь узнать. Узнать-то можно, потому что в том же законе о управлении жилым фондом я должен предоставить возможность собственнику квартиры ознакомиться с делом дома. Одной из глав дела дома является финансовая отчетность, и там должники видны. Но если человек интересуется, он имеет возможность прийти в кооператив, прочитать соответствующий раздел, расписаться, что он ознакомлен с этим разделом, и дальше уже персонально, лично нести ответственность за то, что он может распространять, ну, что он будет, если только будет распространять эти персональные данные дальше. То есть, он просто расписывается, что он ознакомился с такими данными, которые не подлежат дальнейшему разглашению. Что он с этим сделает, я не знаю, но лично каждый может прийти и узнать, а кто в их доме герой. — Ну, понятно, что эта процедура достаточно, скажем так… — Ну, она хлопотная. — Хлопотная. — Я бы сказал так, она хлопотная, и вряд ли кто-то особенно пойдет. Потом люди психологически не воспринимают, а чего это я должен, если я заплатил. Тоже своя логика есть. Как правило, начинают винить Дома управления. Что это не наша вина, не их вина, а вина Дома управления, что не допускает и так далее. Так что здесь вопрос показан, как законодатель не осознает эту проблему и не решит ее. Я думаю, что ничего хорошего здесь особо ждать мы не можем. — Но законодатели, почему они не решают эту проблему? То есть это сознательно создается какое-то такое напряжение в обществе? Это нежелание просто вникать в эту проблему? — Я вообще не понимаю. Я честно могу сказать, мы об этой проблеме на разном уровне, всевозможных советах, встречах с чиновниками, с юристами, мы говорили уже, ну, на моей памяти, с 98-99 года. И до сих пор эту проблему невозможно пробить, потому что находятся какие-то базовые, как нам объясняют, юридические принципы, которые не позволяют это сделать. У эстонцев они позволяют, у нас они не позволяют. И вот у нас постоянно идут вокруг этого какие-то движения, которые... Я не могу объяснить, а в чем там проблема. Казалось бы, совершенно очевидная вещь. Возможно, есть какая-то очень большая специфическая проблема в английском законодательстве. Да, у нас просто звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Алло, доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот насколько как быстро реагируют управляющие компании, вот, скажем, вы, ну, про других вы, наверное, не знаете, вот, мне не серьезно, я с нами парвал, они-то знают, какая квартира конкретно должник. И не ждать, чтобы там накопилось, ну, не знаю, за полгода, за год, а максимально быстро работать с этой квартирой. Коль уж, скажем, там, бедры бы и остальные там собственники, квартиры фактически не имеют права, ну, как бы, значения, как не могут повлиять. Спасибо. Спасибо. То есть здесь же, да, вопрос... Ну, я понял вопрос, насколько быстро, но, во-первых, надо учитывать один момент, что вообще так вот взять и подать в суд, нужно хотя бы дождаться, чтобы сама подача в суд была чем-то обоснованной, ну, даже финансово, потому что, если мы коснемся этого вопроса, то выяснится, что госпошлины при малом долге, ну, ты заплатишь больше, чем ты взыщешь, взыскать не с кого будет. Это первый момент. Второй момент, ну, обычно, если нормально работать с долгом, то процедура такая, месяца три уходит на прояснение ситуации. Ну, возможно, человек задержался, возможно, ну, в отъезде, возможно, в больнину, ну, масса жизненных ситуаций, то есть первый месяц вы еще не знаете, он заплатил, нет, на второй месяц мы начинаем поиски этого человека и попытка с ним связаться. Проходит три месяца, и если с человеком невозможно не связаться, либо он, ну, скажем так, условно говоря, неадекватно реагирует на наши предупреждения, ну, значит, на четвертый месяц можно подавать в суд, и нужно подавать в суд. Ну, и дальше сколько займет назначение судебного заседания? Ну, как минимум два месяца уходит на процессуальные действия перед возбуждением, перед назначением суда. Ну, значит, где-то после подачи иска в суд, где-то на четвертый-пятый месяц начинается рассмотрение. Вот смотрите, максимально короткие сроки – это где-то шесть-восемь месяцев. Если в среднем по платежу взять за квартиру порядка 100 евро в месяц, ну, вот и считайте, набежит уже хорошая сумма. По-любому. Ну да, то есть получается, что даже, ну, вот если вдруг такой злостный неплательщик, даже вот… Добрый день. Да. Это, знаете, это не законодатели, а это мошенники, связанные с ***. Эти долги нажили именно банки, а теперь они перестраивают квартиры, снимают, сносят все стенки, все несущие стены, и что будет дальше с этими, ну, и продают по высокой цене. Ну, это одно. Это так просто. А, например, разве можно продать квартиру с долгами? Ты обязан погасить долги. Это же… Кто его обязывает? Кто вас обязывает погасить долги? Не скажите, пожалуйста. Я скажу, я и все равно вас не слышу. Вы потом скажете. А вот у меня такой вопрос. Вот эта вода, которая… Перерасход. Например, у нас дом потребляет три раза меньше, чем эта неучтенная вода. И запросто нахлобучивают эту плату. Мало того, эту плату берут, да, за неучтенную воду. Вот у меня 33 евро, да. Плюс налог на это. То есть ты товар не покупал, но тебе еще и налог на это навесивают. Так что это полный беспредел. Везде одни мошенники. Кто идет в политику? Тех, кто банк отработал. Подождите, вы уже сейчас пошли… Результат. Спасибо. Спасибо. Чего-то я… Такой монолог, где все, по-моему, в одну кучу смешалось. Ну, Сочи, кстати говоря, можно сказать, как это говорится, репрезентативная точка зрения. Вот вокруг одни враги. Мы все сидим в окопе и от кого-то защищаемся. Ну, могу разочаровать вас. Во-первых, нет никакого закона, который обязывает вас. То есть продать квартиру с долгами можно совершенно спокойно. Пойдите, пойдите, сделайте долг, пойдите завтра и продайте квартиру. Вас никто не остановит. Ни нотариус, который будет оформлять всю сделку купли-продажи, не спросит, есть ли у вас долги. Ни в земельной книге у вас не спросит, есть ли у вас долги. Вас посмотрят, вы собственные квартиры, собственные. Вы в здравом уме продаете квартиры, да, в здравом уме. Все, до свидания, квартиры продают. Так что не надо фантазировать, это первое. Второе, относительно перестроек. Ну, незаконные перестройки имеют место, с этим есть необходимость бороться. Правда, вы тут правы абсолютно, что возможности домоуправления абсолютно очень сильно ограничены. То есть мы можем только писать жалобы невнятные какие-то, а куда даже не очень понятно. Потому что кому, пожалуй, вот если я знаю, что там происходят какие-то строительные работы. Есть у них проект, нет у них проекта. Даже в квартиру ведь не зайти, не узнать, что там происходит. Не пускают в квартиру. Вот у меня сейчас как раз вот такая одна острая ситуация. Одна квартира переделывала сантехнику так, что во всем подъезде то кипяток, то холодная вода из обоих края. Это что-то там они намудрили с остановкой какой-то там, ну, типа джакузи или еще что-то. В квартиру не пускают. Просто говорят, нет, идите и ищите. Знаете, как с графом Вишенкой. Говорят, идите и учите урок наизусть. И здесь у домоуправления весьма в плане доступа в квартиру, в плане выяснения вообще, что творится в квартире, домоуправление весьма ограничено в правах. Если не сказать, вообще не имеет никаких прав. А относительно разницы по воде, ну, я вас могу поздравить. Ну, значит, так вы отчитываетесь. Никто вам лишнюю воду не вешает. Об этом уже неоднократно говорилось. Я могу только привести один пример. Это проблема чисто психологическая, вранья между собственниками квартиры. И это проблема техническая, ввиду того, что эта система установлена, ну, не так, как она должна была бы быть. Я могу привести пример своего кооператива. Три дома у меня вешали, поставили новые счетчики одновременно с радиосигналом. На сегодняшний день максимальная разница по воде на каждый счетчик, который мы получаем, это 100 литров за месяц. На один счетчик. Ну, вот посчитайте. Воруют люди, не воруют. Как только мы наладили учет правильно, все эти проблемы ушли. Значит, на самом деле, если вы хотите что-то решить, наверное, надо искать источник проблемы. Это первое, и второе. Потом его устранять. Все чисто технически. Да, да, сейчас, да. Пожалуйста. Я вот хожу по этому же вопросу сказать. Вот прекрасный пример господин Сидорко про Эстонию сказал. Я вам про Литву скажу. Там нотариус не позволит вам с долгами продать квартиру. Я сам продавал квартиру и видел. Мы 10... Во-первых, справку о том, что нет долгов. А потом она вынесла, что 10 киловатт литовскому энерго не заплачено. И пришлось такси брать и нестись туда платить 10 киловатт. Понимаете? А латвийское государство все делает, чтобы люди мучились. Понимаете? Вот депутатам, которые идут в СЕМ, надо вставить этот вопрос всегда. Перед ними. Спасибо. Ну, это просто реплика вот о том, как в Литве более строго относятся. Ну, в Литве, кстати говоря, в отличие от Латвии, существуют прямые расчеты между затепло и воду, между жителями и поставщиками услуг. Там без всяких ограничений. Там напрямую расплата идет. Это у нас придумали, это система посредника. Ну, да. И получается, что эта система как будто бы позволяет нерадимым жильцам перевешивать свой долг на весь дом. Здравствуйте. Здесь есть еще один момент. Эта система вешает ответственность на управляющих. Вот понимаете, перед началом отопительного сезона. Если у меня есть должники по теплу, и если мне надо запустить отопление, значит, я и есть долг. Значит, я этот долг должен хотя бы временно погасить. Так ведь на самом деле? Чтобы запустить отопление, чтобы не мучить людей. Значит, приходится заложить или в накопительные фонды, либо в оборотные средства, ну, опять-таки, домов. И постоянно ты находишься, тебя вынуждают работать, как это в суде называется, не по принципам хорошей практики. Потому что сейчас последнее это разъяснение Верховного суда. А вы вообще, ребята, сделайте на каждый дом отдельный счет и держите там денежки каждого дома. Ну, вот представьте, у меня 27 домов, у меня должно быть 27 счетов. А если в домоуправлении 6, 4 тысячи домов, как видишь на обороте, значит, должно быть 4 тысячи счетов. Но уже одна эта нагрузка на всех и вся уже очень интересна такая постановка вопроса. Но это считается, вот сейчас признана хорошая практика. Ну, на самом деле, если так пойдешь, то не за что будете подключать отопление. Опять плохо. Да, пожалуйста, слушаем вас. Да, день добрый, Игорь. День. Скажите, пожалуйста, вот по теплорегофилтумс, да, по теплопотреблению. Если поставить в каждой квартире дома многоквартирного не счетчики, не теплорасходомеры, а именно регуляторы. Что поставить? Все по регуляторы на калориферы. Ну, в смысле, на... Да. Да, я понял. Да. Пожалуйста, спасибо. Да, еще вопрос. Можно ли как-то контакты ваши получить каким-то образом? Я на WhatsApp подсылал, если возможно. Если возможно, вы возьмите, зайдите в Google, наберите БАК-2 и контакты мои найдете. Я понял. Кооператив, спасибо. Да, спасибо. Да. Значит, ответ. Рига-силтумс здесь ни при чем. Вообще, Рига-силтумс регулирует все, что связано до входа в дом. То есть, до выхода из счетчика тепла в доме. Дальше все ваши ответственности. Регуляторы поставить можно и, в принципе, установка регуляторов при правильном подключении, она дает очень хороший эффект, если все регулируют. Но мы у себя практикуем такую вещь, как оснащаем радиаторы и регуляторы. То есть, мы делаем, во-первых, потому что при этом меняется, уже пора пересчитывать тепловые нагрузки в доме. Это необходимо делать, потому что поменялись условия отопления и поэтому необходимо менять радиаторы, потому что у кого разнобой стоит, значит, надо делать единый технический проект на систему отопления внутри дома, да, оснащать радиаторы и регуляторами я бы рекомендовал одновременно поставить еще аллокатеры, то есть, это пропорциональные измерители тепла. Кстати говоря, это и требуется по нормативам. Сейчас, если вы пытаетесь модернизировать дом, то это является обязательным элементом модернизации дома. Это дает, уже проверено неоднократно, за счет установки такого оборудования, появляется возможность подачи тепла равномерно по всему дому, либо пожелания жильцов кому-то больше, кому-то меньше, но это не в ищерб остальным. И это порядка экономии, порядка 15-20%. Это очень полезные мероприятия. Вот я вижу, что еще у нас мигают лампочки звонков, но, к сожалению, сегодня наша программа завершается. Спасибо большое, председатель правления Товарищества Центра Консультации Собственников Квартиры, председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко был с нами на связи. Спасибо и до следующей программы.